В прошлый раз. Так, какие были понятия? Значит, мы определили с вами глобальное поле, которое конечное расширение либо q, либо поле рациональных функций от одной переменной над конечным полем. Дальше в нем мы определили под кольцо, вырубаемое некоторыми целыми уравнениями с старшим концентом 1. Потом, значит, для этого кольца мы стали рассматривать теорию простых идеалов и определили группу классов, про которую было сказано утверждение, что оно конечное, а еще было введено кольцо ОКС. Это геометрические функции на кривой, которые регулярны вне конечного множества S. То есть на S могут иметь плюсов. Вот, значит, и было доказано, что... То есть, не так, а, подон, было сформулировано, что вот эта группа конечная порождена. Сейчас мы еще продолжим с логибридической теорией. Значит, вот это две такие теоремы конечности, безусловно. Конечность в том смысле, что не обязательно, что это конечное, а что что-то как бы конечного типа, конечное порождено. Это постоянно в арифметике, это такие гипотезы вокруг этого крутятся. Вот, значит, ну и вот мы из этих вот двух теорем конечностей сегодня выведем некоторый вспомогательный результат конечности, который потом нам будет помогать. Вот помните, вчера было два утверждения для теоремы Морделла-Вейли? Вот первое тоже было утверждение конечности. В общем, оно будет реально расследовать из этих двух. Это вот я сегодня хочу рассказать. Вот, но еще, кстати, я вчера забыл список литературы дать. Значит, во-первых, книжка Мамфорда «Абелево многообразие». Это сама по себе хорошая книжка, там в конце имеется предложение Юрия Ивановича Манина, где как раз написано доказательство теоремы Морделла-Вейли. Вот, это сборник, это есть по-русски сборник, библиотека сборника математика. Вообще, это очень хороший сборник. Если кто не знает, его можно просто подряд читать. Советский Союз просачивался только самое лучшее. Вот как раз это был пример того, когда просачивался западной математикой только самое лучшее. Это все переводилось на русский, но потом, когда приняли на Западе закон копирайта, это все, к сожалению, прекратилось. А пока это не приняли, вот очень хорошие сборники получаются. Значит, теперь вторая ссылка, это можно такой общей... Общая ссылка на всякие вопросы пятерых чисел, такое общее введение... Быстро как-то... Быстро как-то... Вот, значит, книжка называется «Введение в современную чисел». Вот, но эта книжка тоже можно просто так написать. Она, в общем, довольно популярно написана. Вот, еще... Статья Паршина во многом объясняет про то, что такое числовое поле, почему это похоже на функции, которые так и называются чисел как функции. Это можно найти... Это статья, которая опубликована в его книге «Путь», в которой есть много чего-то другого. Вот, а еще... Можно зайти на сайт... Так, общие ссылки, как бы, по арифметической геометрии. Можно зайти на сайт Джеймса Милна. Вот, и там куча всего по математике очень хорошо, очень популярно написано. И если человек только горами интересуется, то тоже. Вот. Так. Значит, теперь следующая тема. Каким номером будет тема? Контрольный вопрос. А? В общем, три. Расширение глобальных полей. Значит, мы до сих пор не рассматривали одно глобальное поле. У него есть группа классов, у него есть идеалы. Что происходит, когда у нас есть расширение? Пусть... ...конечное расширение глобальных полей. Да? Значит, пусть у нас есть простой идеал. Не нулевой, разумеется. Давайте каждый раз, я не буду повторять, разумеется, будем рассматривать только не нулевые простые идеалы. Вот тогда можно породить им простой... Значит, ОК это под кольцо ОЛ. Это несложное замечание совсем. Ну, собственно, это почти очевидно. По определению ОЛ совершенно ясно, что есть элементы из ОК, то он тем более ВЛ. Неважно, как на него смотреть, он в любом случае решение уравнения. Так вот, значит, можно по этому подножеству... Значит, P оказывается подножество, это идеал ВЛК. Это вам дает подножество ВЛ, и можно породить идеал. Напишем вот так. ВНОЛ. Это будет некоторый идеал в додекидовом кольце ОЛ. Его можно разложить при сделании простых, однозначным образом. Попарно разных. Значит, теперь для нас будет важно... Ну, здесь огромная есть теория вот этого... про то, как тут устроено это самое разложение. Вот, для нас будет важно такое понятие. Будем говорить, что расширение не разветвлено... P, если все яиты равны 0 или 1. Ну, то есть, либо нету, либо есть степень 1. Ну, слово «не разветвлено», разумеется, приходит из геометрии или топологии. Вот. Почему так? Пример. Давайте рассмотрим сначала... Помните, я вчера в конце говорил, что, конечно, всякая интуиция приходит из геометрического случая. Случай, когда у нас глобальное поле, это поле функции на кривой, на конечном поле. Вот, давайте посмотрим сначала этот пример. Значит, пусть K — это просто поле функции... Пусть наша кривая — это прямая. И L, в принципе, тоже поле функции кривой. Прямой вот так вот, квадратный корень из t. Ну, кто может сказать, геометрически чему это соответствует такое решение полей? Совсем простой вопрос. Накрытие откуда-куда? Ну, из какой кривой? А? Ну, это для полей, а геометрические. А? Ну, даже параболы, в принципе, то же самое, что прямая. Вот, поэтому из P1 в P1. И давайте ведем здесь координату z. Как она устроена? Куда переходит точка z? Правильно, z в квадрат. Ну, вот, для тех, кто начинает изучать алгебрический геометр, вот, значит, убедиться, что это так. Так, значит, теперь, как устроено это отображение? Ну, вот, в комплексном анализе рисуют такие картинки. Вот здесь у нас пусть будет нижний P1, как римлянная поверхность аналитической функции, да? У нас здесь есть 0, над каждой точкой здесь есть два прообраза, а на нулем только один. Правильно? Вот она вот так. Поэтому мы видим, что это... Но, если даже посмотреть на идеалы, вот с этой точки зрения, с точки зрения того, как разлагается, если мы посмотрим, значит, здесь у нас имеется в качестве OK, у нас живет FQ от T. Вот, можно увидеть, что OL, это будет FQ от корня ST. Вот, поэтому очень легко видеть, что идеал P, порожденный T, значит, P на OL, будет равно чему? В терминах простых идеалов кольца OL. Ну, значит, это будет равно простому идеалу, здесь же это тоже будет простой идеал, порожденный корнем из T, но в квадрате. То есть мы видим, что здесь происходит ветвление, это квадрат простого идеала. В то же время, P, равный, скажем, ну, и там много других идеалов, но есть, но вот T минус A, где A не равно 0, не разветвлен. Давайте говорить, что... Ну, мы будем... Можно двое-как говорить. Можно говорить, что расширение не разветвлено в простом идеале, можно говорить, что идеал не разветвлен в расширении. В общем, давайте так. Так и так говорят. Вот это не разветвлено. То есть, ну, в общем, это просто явно посмотреть на эти кольца и увидеть, что они все не разветвлены. Геометрически соответствует тому, что два права образа. Вот, теперь давайте посмотрим менее интуитивные числовые случаи. Ну, какое самое... Во-первых, самое маленькое числовое поле, это Q. Кто предложит какое-нибудь самое маленькое решение? Правильно. О, очень хорошо. Вы не договаривались. Коты. Вот давайте посмотрим, что здесь ветвится, что здесь не ветвится. Как это посмотреть? Да, значит, надо раскладывать простые идеалы. Вот у нас... Ну, что такое простые идеалы? Здесь у нас имеется Z. Здесь у нас имеется, как я вчера говорил, Z от И. Вот. Что такое простые идеалы Z? Это просто простое число. Значит, давайте я сразу замечу такую вещь, что... Как вообще... В общем случае, вот здесь замечание. Да. Давай. Все E. О, спасибо, я E поставил. Давай поставь. Все E и ты. Все вот эти вот самые чиселки. Все экспоненты. Показатели. Как это называется? Показатели, экспоненты. В общем, все эти числа равны либо нулю, либо единице. Каждый простой идеал в разложение входит... Ну, либо не входит, либо входит однократно. Да. Вот здесь, например, двукратно. Здесь... А, значит, замечание общее, что сразу... Как на самом деле на это смотреть? Давайте возьмем фактор. UL по PUL. Тогда кто может сказать, что может сказать по этот фактор с точки зрения того, что PUL равняется произведению вот этих простых вот штук? Да. Тут надо вспомнить, что есть китайская теорема в остатках. В кольце Z, конечно. Вот. Но в этих двух кольцах она тоже выполняется. Это несложно совсем доказать из того, что все простые идеалы максимально. Это я сейчас говорил. В общем, это и заморж на прямой сумме по I факторов OL по PIT, EIT. Но тогда какое фундаментальное свойство вот этого кольца отражает то, что EIT больше или равны двойке? Ну, в смысле, наоборот, да. Я сказал, есть нелепатенты, а то, что... В общем, не разветвлено означает, что здесь нет нелепатентов. Все правильно. Вот. Это очень удобно, на это легко посмотреть. Вот посмотрим здесь. Значит, вот берем честно. Z от T фактор по идеалу прожденному P. Ну, как это посчитать? Тут надо стандартный трюк из алгебры. Надо Z от T представить тоже как фактор. Z от T фактор по идеалу прожденному P и T квадрат плюс 1. А потом взять фактор в другом порядке. Сначала по P, а потом по этому самому P квадрат плюс 1. Вот. Ну и чем это изоморфно? Это тут все, конечно, знают, что это изоморфно. Либо Fp квадрат, если P... То есть, если этот многочин не приводим, а когда он не приводим? Что? Ну, это, конечно, правда, но а в терминах P? Какой-то более... Правильно. Когда P сравним с тройкой по моду 4. Вот. Дальше. Какой вариант еще есть? Fp плюс Fp. Это если что? Иначе, да? Неправильно, да. Если с единицей. Вот. И, наконец-то, если P это просто честно двойка, то тогда это вот будет, это самая штука с нелепатентами. Правильно? Это будет Fp от T по T квадрат. Ну и какой вывод? Что тут ветвится? Что тут ветвится? Только двойка. Вот. Поэтому, как себе это вообще? Вообще, вот после свете той аналогии, которую я вчера говорил в конце, что все это геометрический аналог это кривая. Надо мысленно считать, что у нас здесь есть некая кривая. Ну, ученые это просто спектр кольца. Значит, надо такую себе мысльно представить кривую, на которой точками, значит, на той кривой, на конечном поле, точками является простые идеалы. Здесь тоже давайте считать, что они все так упорядоченно лежат на одной кривой. Такой ниточке. Вот. Значит, здесь у нас лежат простые идеалы. Просто графически мы их так изображаем. Про числовые поля очень удобно вот так вот мыслить, что такая кривая, на которой точки – это простые идеалы. Вот. Тогда это, значит, у нас здесь Q для Q от И. Как увидеть все простые идеалы для Q от И как-то структурно? Увидеть, как точки на двулистном накрытии вот этой кривой. Значит, мы опять же так же, как мы рисуем римную поверхность аналитической функции, значит, у нас тоже здесь имеется ветвление в двойке. Вот. А здесь у нас дальше возникает такая странная особенность. У нас, например, на тройке висит ровно один простой. На самом деле, как бы два. Ну, вот те, кто знаком с алгебрической геометрией, понимают, что считать точки правильно на алгебрические замкнутыми полями. На они замкнутыми полями число точек может быть неправильным, но зато степень алгебры будет правильной. Вот. Поэтому здесь как бы их две, но они слиплись. Вот здесь у нас P сравним с тремя. Здесь их честно две. Здесь они опять слиплись. И так далее. Вот такая картинка. Так. Значит, теперь... Вот мы видим интересный... Да, значит, теперь... Дальше. Если бы мы рассматривали поле Q от корня из n, то, посмотрев на это, несложно видеть, что структура разложения зависело бы от того, является ли n квадратом по модулю P. Ну, как бы, как-то трудно проверить, как является квадратом n по модулю P. Но вчера Кейт вас учил, что нас с вами надо думать наоборот. Это зависит от P по модулю некоторого там числа. Ну, давайте, что n большой, это может быть n маленькая, либо 4n маленькая, в общем. В общем, это зависит от остатка по модулю некоторого числа, приблизительно n. Вот. И это, на самом деле, то, что Кейт будет объяснять, это и есть... Значит, это и есть закон взаимности Гаусса. И на числовые поля это обобщается ровно следующим образом. Если или надкаабелевого расширения, то есть расширение сабелевой группы Гуа, то тогда структура вот этого набора P, E, 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 давайте теперь наткуйся, что просто. Зависит... Значит, это данные, которые определяются по каждому простому P. Каждое простое P число выдает вам набор данных. Вот эти вот структуры этих идеалов, P, E, E, E. Вот эта структура, конечно, не сами идеалы, но степень расширения полей, соответствующих, вот как здесь, 2 либо 1. В общем, вот эта структура зависит от P по модулю некоторого числа. Естественно, зависящего от L. Который называется кондуктором расширения. И это глубочайшее утверждение, называется закон взаимности Артина. И это первое утверждение из теории полей классов нетривиальных. Потом, наверное, мы сегодня еще дойдем до второго. Вот. Это очень глубокое утверждение. Так, хорошо. Значит, нам понадобится такой конкретный пример того, когда расширение является неразветвленным. Но тут мы уже взяли, с вами присоединили корень квадратный из минус единицы. А что можно вообще сказать про кумеровские решения? Сейчас мы вообще с вами будем про теорию Кумера, то, что сейчас Федор Алексеевич. Вот. Ну вот, значит, пусть L — это кумеровское расширение. Пусть N — взаимопростая характеристика на всех случаях. А, нет, даже я... Извините. Это как бы будет следовать. Значит, пусть N не делит... Значит, так, сейчас. П — это простой идеал ВК. И пусть N не делит... ВП от Х и взаимно просто числом элементов из ВК по П. Главное вот это. Это так, скорее, чтобы с корнями N-дой степени из ниц все было нормально в поле вычетов. Главное содержать на вот это, что N не делит ВП от Х. Я напомню, что ВП от Х, это мы берем идеал... Ну, мы сейчас ДКС это будем использовать явно. Значит, мы берем идеал, порожденный Х, раскладываем произведение простых, смотрим, в какой степени вошло П. Мы прибавляем к полю К. Ну, все как раньше, глобальные поля. В глобальном поле К мы прибавляем корень этой степени из некоторого числа. Такое решение. Ну, например, вот здесь мы прибавляли корень с вами. С числом... Ну, палочкой мы встречаем число элементов вот в этом конечном поле. Я сейчас сказал, что вот это конечное поле ОКПП. Это палки. Да, число элементов, конечно, поле. Вот это прямая, это слэш, а это вообще скобка. Да, вот тут так все. Не-не-не, зафиксируем. Да. Рассмотрим. Спасибо, да, как я тут извиняюсь, контрим плохо. Рассмотрим. П. Пусть... Да, такое что. Да, спасибо, извините. Я что-то сюда... Так. Тогда... Вот это расширение не разведлено в П. Нет, наоборот, разведлено. Разведлено в П. Ну, не нулевой элемент, просто мы из него прибавляем корень этой степени. Тогда это решение обязательно разведлено в П. Ну, например, пусть нормирование просто на единицу. Вы как бы... Мы в каком смысле... Вот, например, у нас имеется... Пусть К это Ку, Х это просто П, ВП от П равно 1, Н, безусловно, не делит 1, просто корень этой степени из П. Это разведлено в П. Что неудивительно, как там корень квадратный из Т разведлен в Т. Вот. Значит, доказательство. Очень короткое. Пусть расширение не разведлено в П. Предложим обратное. Значит, тогда вспомним, что такое вот это самое ВП. У нас имеется идеал, порожденный Х в кольце ОК, я тебе напишу, явно, чтобы мы не путали кольца, Х ОК. Это произведение... Давайте вот так напишем, что это П в степени Е на произведение всех остальных. П ИТ в степени ЕТ. П ИТ не равно П. Да, разложим. Посмотрим, значит, отдельно отщепим. Сейчас. Иди. Иди. Рассмотрим Х на ОК. Разложим все ПИТы ОК. Посмотрим сначала на идеал снизу, значит, по определению нормирования. А? Ну, мы можем посмотреть на Х из К. Рассмотрим, что такое... Я просто напоминаю, что такое ВП от Х. Мы берем дробное дело, порожденный Х, то есть Х на ОК. Раскладываем произведение простых, с целыми степенями. Смотрим. Вот. Значит, мы по определению имеем, что имеем N не делит Е. Да? Е это как раз ВП. Напомню, что Е это и есть ВП от Х. N не делит Е. Это наше условие. Вот. Но тогда посмотрим теперь на идеал, порожденный уже ВЛ. Вот то, что коллега предложил. Значит, тогда это будет произведение Дайте, чтобы не путаться. Я вот эти назову, извините, дайте я эти назову Ку-житое. Вот, чтобы Ку-житое. Ку-готическое. Да. Почему что? Поля? Какой вопрос я просто не слышал? Ну, я это сейчас не доказывал, я это просто сообщил. То, что он поле, это общее свойство Декиндых колец, что все простые идеи максимальные. А то, что он конечный, это потому, что само кольцо это свободный Z-модуль, это Z-венты. Вот. И этот самый простой идеал содержит хотя бы одно целое число, уж точно. В целом смысле и Z. Но когда мы Z-венты профитеризуем по идеалу, прожденному какими-нибудь целым числом, останется уж что-то конечное, потому что останется уж Z по NZ в какой-то степени, в конечном числе. Но мы его еще там профитеризуем почему-то. Ну, хорошо. Окей. Вот. Так, значит, извините, QE это те остальные, которые кроем P. Теперь мы смотрим сверху. Сверху у нас, значит, P0L в наших значениях это PIT в степени EIT. Вот. Поэтому эта штука будет равняться произведению PIT в степени... Да, извините, мы предполагаем, что не разветлено, поэтому все они единицы. Поэтому будет произведение PIT в степени EIT умножить там на все остальное, что приходит из диалов к уже B. Да? Но тогда получается, что PIT от X это уже VL VL поле L равно чему? Значит, по определению оно равно E. То есть оно не изменилось. То есть мораль в том, что для неизведленных идеалов нормирование элемента что снизу, то, что сверху это одно и то же. Собственно, это одно из романно-сильных определений неразвитленности. Понятно? Значит, здесь все степени единицы, поэтому, разумеется, эти E осталось тем же самым. Ну, а теперь противоречие с тем, что X равняется Y в N, где Y это у нас, значит, корень N степени из X, это элемент из L с звездочкой. В L с звездочкой есть корень N степени из X. Но тогда VP от X, VP и T от X должно равняться к чему? N умножить, насколько, значит, я просто вчера по-моему забыл сказать, но это VP, это гоморфизм из мультификативной группы эдитивных. Ну, потому что, если мы приношаем на два дела, то разложение тоже приношается, а экспоненты складываются. Экспоненты гоморфизма. так, N на VP и T от Y. Но это какое-то целое число. А N не делит E. То есть противоречие. Понятно? Так. Ну, да, действительно. Где-то я пользуюсь. Хорошо, сейчас, сейчас. Да, действительно, где-то должны припользоваться. Просто без этого, я знаю, это было точно неверно. Вот-вот я поэтому говорю, что это, конечно, нужно. Так, где мы это использовали? А, неразветвленное. Не, ну, в двойке, например. Не, ну, конечно, будет разветвленное. А, да, все равно будет разветвленное. А, извините, извините, мы же не неразветвленное. Да, нигде, нигде, правильно, правильно, мы же утверждаем развитную. Собственно, у меня здесь не написано никакой отец, что tau, да, действительно, нигде. Спасибо. Мы же утверждаем развитленность, а не неразветвленность. Все хорошо. Так. Спасибо. Вот, ну, и напоследок еще я сделаю такое замечание, что вообще-то множество таких, что P разветвлен, конечное. Ну вот, например, здесь, в том примере, это ровно один идеал, оно всегда это множество конечное. На самом деле можно явно описать идеал, можно явно описать некий идеал ВОК, называется дискриминатор расширения, такой, что простой разветвлен, тогда когда он его делит. Значит, мы делаем шаги в направлении некоторой теоремы конечности, которая нам понадобится для Марделла-Вэйля. Теперь следующий ингредиент, который нам понадобится, это теория Кумера, которую вчера про нее рассказывал Федор Алексеевич, но я сейчас повторю немножко других терминов, которые нам потом пригодятся еще. О, ну вот. А, уже высох. Так, теория. Так, сначала, перед тем, как говорить про теорию Кумера, я немножко напомню про Кагмал и Глуа чуть-чуть. Это еще будет в лекциях Бориса Куневского, наверняка используется активно. Так, G, пусть G группа, может быть не Абелева. М Абелева группа с действием G. То есть М, G модуль. С действием не просто как на множестве, естественно, как на Абелева группа. То есть автоморфизмы. То, как G действует на М, это уважает сложение в М. Вот, при этом действия будем записывать так, чтобы не ставить слишком много круглых скобочек, будем вот так написывать действия. Это из теории Глуа приходит. Определение. Значит, есть с такой штукой связанной теорией Кагмологии. Для каждого модуля, G модуля, определены его Кагмологии. Вот, но там есть и старшие Кагмологии, они правильно определяются как производный функтор, но можно явно, конкретно определить H0, H1. Для нас это будет достаточно. H0 от Gm, это варианты. Это множество таких M, что для любого G, Gm равно M. Неподвижные элементы. Ясно, что это подгруппа. Подгруппа M. Теперь H1 определяется более хитро. На первый взгляд, совершенно непонятно, зачем такое нужно, но оно возникает в жизни, как мы сейчас увидим. Значит, это такой фактор. Мы должны рассмотреть, это называется скреченный гомоморфизм. Такие теоретико множественные отображения из G, V, M. Такие, что FI от GH. Значит, я не требую, чтобы это был гомоморфизм, но я требую, чтобы это был гомоморфизм, стоящийся до подкрутки на действие G. Вот сразу понятно, почему я не хотел скобочки, а то здесь было совсем много. Вот, это группа по сложению. Если мы сложим две такие FI, то условие сохранится. И надо профсоризовать по подгруппе. Упражнение убедится, что это действительно подгруппа, порожденное такими элементами. виды G, M, значит, виды G переходят в G, M, минус M, где M, всевозможный элемент из M. По всем M. G переходит. Такая функция. Упражнение убедится, что такая функция удовлетворяет вот этому условию. Просто поставить и видеть. Вот, значит, здесь есть фактор. Это называется H1. Ну, казалось совершенно, что это искусственное, но на самом деле очень полезное. Так, очевидное замечание. Что если M и M' гоморфизм G модулей, ну, то есть это гоморфизм мобелевых групп, которые коммутируют с действием G. Вот, то тогда у нас возникает отображение H0 или H1, Gm, H0, H1, а Gm' Ну, это в лоб абсолютно. Вы увидите, что если было соотношение, то после того, как мы применим гоморфизм групп, коммутирующих с действием группы G, то он по-прежнему это будет удовлетворять. Значит, второе замечание, что пусть G действует тождественно. Это G тоже действие. Все отображения тождественно. На M. Тогда первый вопрос, даже нулевой вопрос, чему равно H0 от Gm? Смотрим, просто для тех, кто не заснул, значит, дайте я сам. Это M. А вот чему равно H1 от Gm? Эта формула нам будет полезна иметь в голове. Из тех, кто это видит впервые, кто, можно сказать. Значит, пусть G действует тождественно. Тогда чему равен этот фактор? Что говоришь? Фактор почему? Не почему, потому что это равно нулю все время. Вот. Это просто группа гоморфизмов. У нас гоморфизмы из такой неабелевой может быть группы в абелевую группу. Ну, есть такая группа гоморфизмов. Вот. Значит, теперь упражнение. Пусть у нас дана точная тройка G-модулей. Точная последовательность. Меня на словах напомнят. Это означает, что вот эта стрелка инъекция, вот эта сюрреекция, ядро сюрреекции равно в точность 7 штрих. Вообще, последовательность точна, если ядро вот этой стрелки равняется образу вот этой стрелки. Наверное, надеюсь, вы что узнаете. Вот. Тогда есть уже длинная точная последовательность, вот такая, гомология. Собственно, это означает, почему это называется гомология. Гомология – это всегда такой способ, можно сказать, очень грубо, когда с короткой последовательностью возникает длинная последовательность. Итак, в общем, правильная активизация этого приводит дельта фунтру Гутендика. Так, такая последовательность. H0, AGM штрих, H0, AGM, H0, AGM, M2 штриха. Значит, вот эти все стрелки понятны, они из-за этого замечания. Просто у нас есть отображение модулей, возникает отображение на H0. Значит, здесь у нас точно также можно написать под этим с H1. Вот. Нетривиальным является только отображение дельта, которое из H0 в H1. Но вот кто топологией занимался, может легко узнать, что здесь длинная последовательность локализации. Если у вас есть топологическое пространство, топологическое замкнутый подпростанство, дополнение, то там есть длинная последовательность когмологии с относительными когмологиями. Это вот ровно ее частности. Ну, в общем, это пример этого. Проявление одного и того же. Чего говоришь? Я немножко не понял. Да, правильно. Я, наверное, был про этот вопрос. Они тут скорее по группе контр-вариант, не скорее точно, по группе контр-вариант. Ну, в общем. Это скорее из когмологии пучков можно. Ну, хорошо. В общем, где я должен определить, что такое дельта? Что такое дельта от M2'а? Да, от M-варианта. Значит, у нас есть M-вариант. M2'а. М, где M – это элемент из M, переходящий в M2'а. Значит, в чем тут вообще point? Что интересная вещь – это M-варианты. Но проблема в том, что эти M-варианты, вот видите, они точны слева. То есть вот эта стрелка – это вложение. Но вот эта стрелка – совершенно необязательно сюрекция. Если у вас есть инвариантный элемент в M2'а, он совершенно необязательно является образом инвариантного элемента из M. Вот это как бы основная проблема теории когмологии. И чтобы это все как-то компенсировать, придумали вот эти H1 и старший H. Старший H продолжает последовательность. Она здесь вот не точна. Я не поставил ничего. Вот. Ну и вот, собственно, как бы вот про это идет речь. Про возможность поднять элемент M2'а до M-варианта здесь. Мы поднимаем его как-то, необязательно до M-варианта, а потом применяем вот эту самую формулу, которая, например, его убьет, станет, положит его нулем, если он инвариант. То есть как раз я доказал точность в этом члене. Нет, в этом члене. Что если он приходит... Нет, не, цокомпозиция равна нулю такого. Что если он приходит отсюда, то дельта от него равна нулю. Вот. Понятно? Можно и так, но вот можно и руками вот так. Концепные комплексы это уже когда нужно старше как мало. А дальше нужен концепные комплексы. Все правильно. Теорема Гиберта 90. Собственно, хоть какой-нибудь пример этого всего. А, так немножко странно называется, Гиберта 90. Значит, пусть L-NAT-K конечное решение ГЛУА. Любых полей. Не обязательно глобальных. Афтактная теория. Алгебрическая теория полей. Тогда можно рассмотреть группу ГЛУА L-NAT-K. Это конечная группа. Можно посмотреть на первой когмологии. Значит, у нее есть такой модуль. L по умножению. Это Аблилова группа. Группа ГЛУА на ней действует. Уважаю умножение. Поэтому можно рассмотреть первые когмологии. То есть, знаете, что они тривиальны. Но я ставлю единицу, а не ноль, потому что здесь как бы умножение. Это очень важная теорема, но она, на самом деле, не очень сложная. Тут ряд слушателей знает, как это доказывать. Значит так, упражнение убедиться в следующем. Вот упражнение, кто первый раз видит, на вот эти всякие коциклы, вот эти скричные отображения. Где-то они там. Вот, значит, пусть рассмотрим частный случай. Собственно, это то, что было написано у Гильберта. Значит, пусть L над K, пусть группа ГЛУА L над K циклическая. И пусть она произведена вот каким-то, введем элемент G. Пусть циклическая. Тем более облива. Вот. Вот. Тогда в этом случае теорема имеет такую явную переформулировку, которую часто и приводят. Значит, для любого X из L со звездочкой выполняется такое, импликация, что если норма ГЛУА, я, например, не буду искать норму ГЛУА, это сейчас у нас не будет использоваться просто как дополнение. равна единице, то существует Y из L со звездочкой такой, что X равняется GY поделить на Y. Такое утверждение. Ну, то есть, легко увидеть, что если X имеет такой вид, то норма ГЛУА у Y и уже Y одно и то же, потому что все произведения ГЛУА спряженных. Вот. Но легко, если посмотреть, увидеть здесь в этом вот выражении, собственно, как я говорю, так было придумано как гомология, вот это выражение. Вот. Так что указание такое. Осталось понять, при чем тут вот эти вот к-циклы, то есть такие функции и элементы из поля. А оказывается, что к-цикл FI из H1 однозначно определяется, и вот это упражнение на H1, если кто первый раз, однозначно определяется значением, положим его X, это FI от образующей. Понятно, что гомоморфизм определяется значением на образующей, но вот скречный гомоморфизм тоже в скречном случае определяется значением на порождающей. Вот это и будет наш X, вот эта связь между двумя формулами. Здесь FI, здесь X. Так, поехали дальше. Сейчас мы из этого выведем теорию Кумера. Собственно, это даже не является другим доказательством по сравнению с классическим, это просто его интерпретация, термин фагмологии, который нам... Что такое что? 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 Это норм Глуа. Это, значит, по определению, это произведение... Окей. Произведение по всем... Давай, H из группы Глуа. Так, замечание. Значит, человек Алексеевич заметил, что группу Глуа, значит, можно, как он говорил, удобно рассматривать не на конечном уровне группу Глуа, а уже на бесконечном. То есть не прижиматься к какому-то одному решению или натка, а рассматривать сразу алгебраическое, там, сепарабельное замыкание поля К. Вот, но группа тогда уже будет не конечной, как здесь, а бесконечной. Но она будет не просто бесконечной, неконтролируемой, она будет контролируемой бесконечной, она будет обратный предел конечных групп, как вчера было сказано, что каждый элемент однозначно определяется ограничением на каждое расширение Глуа. Вот, поэтому это такой обратный предел конечных групп. Для приконечных групп тоже можно определить как гомология. И это я, конечно, делать, что мне тратить время не буду, но просто скажу замечание, что... Так, где оно? Аналогичное, верно, и теория Мегилита 90. И для бесконечной группы Глуа, давайте просто К писать. То есть, группа Глуа Касеп над К. Ну, в конечном комментарии, что есть аналогичное? Если буквально определять H1, так как я здесь его определил, то это будет неверно. Его надо немножко модифицировать, но давайте я это не буду объяснять, как это, наверное, Кунявский объяснит, я думаю. А может и нет. Но будем считать визуально, что это приблизительно верно то же самое. Это не очень большое броню. Значит, надо немного изменить... Но, в частности, оно настолько мало меняется, что вот эти все утверждения, что есть длинная последность, они все остаются верными. Все. Теперь мы будем выходить из этого, казалось бы, с такой немножко, может быть, абстрактной вещи, конкретное утверждение про то, как устроено расширение полей. Вот то, что вчера Фёдор Алексеевич рассказывал. Так, значит, ми n по определению обозначает все корни из единицы в степени n из единицы в косеп. Окей? То есть не в поле К, а в косеп. Определение. Значит, пусть... Нет, просто рассмотрим точную последовательность глуака модулей. Это все для любого поля. Сепараемые замыкания, да? Мин. Косеп. Значит, косеп — это модуль, это так же, как там, или это модуль над группой глуа на конечном уровне, а не косеп — это модуль над группой глуа по определению. Группа глуа на конечном уровне действия. Рассмотрим косеп со звездочкой. Так, значит, пусть еще важное предположение, простите, что n и характеристика взаимопросты. Вот это уже важно. Вот помните, вчера Фёдор Алексеевич говорил, что либо у него поле констант, либо то поле, на котором определено многообразие характеристики ноль, либо там вот это P, в котором характеристика должна быть взаимопростой с n. Вот здесь это надо потребовать. Значит, рассмотрим отображение возведения в n той степени. Оно сюрлективно. Почему оно сюрлективно? Вот ровно потому, что я потребовал вот эту взаимопросту, и всепарабельное замыкание из любого элемента можно извлечь корень n той степени. P-то нельзя, если P характеристика n-то и можно. Ну, это простая алгебра, я знаю. Вот. Поэтому здесь имеется селективность. Дальше по определению ядро умножения на n это корень n-той степени из-низ. То есть это совершенно тавтология вот этой последовательности. Последовательность в главном модуле. Всё. Давайте применять тут длинную последовательность. Чтобы было удобно применять, предположим, и это вот второе предположение, которое делал Павел Алексеевич, что μn лежит в поле k. То есть все корни из ниц и уже добавлены. Он продавил гораздо больше. Спасибо, чтобы поле, над которым определённого многообразия, уже был гибридический замкнут. Пусть лежит. Тогда давайте вместе писать, какая будет возникать длинная последовательность. Значит, что вначале будет стоять? Вот просто пишем все члены вот из упражнения. Что вначале стоит? Всем очевидно? Значит, вначале стоят им варианты. Группа угла действия на mn. Ну, как действия группа угла на mn, если mn уже лежит в k? Подождите. Вначале просто стоит mn. Так, что стоит дальше? Что такое угловые варианты на k с звёздочкой? k с звёздочкой. k с звёздочкой. Вот. Вот. На что уже аудитория ответила. Чему будет равно это h1? Чему? Почему? Нет. Ну, конечно, кричитный гоморфизм, но в нашем случае чему? Вот если, опять же, вот это вот важнейшее для нас условие. Значит, h1, g с коэффициентами vm. Если g действует тождественно, то это, как было сказано, гоморфизм. Мы как раз попросили, чтобы g, значит, здесь должно стоять h1 и стоит последовательность с коэффициентами vm. Мы попросили, чтобы всё действовало тождественно. Поэтому будут стоять гоморфизмы. Так. Сейчас как-то никто не говорит. Ну, а последний вопрос. Что будет стоять дальше? Почему? Вот. И вот здесь вот это самое главное, как бы, самый необходимый краеугольный камень этой всей теории Кумера – термин гимн 90. Важнейшим образом, что здесь стоит единица. Всё. Получили такую последовательность. То есть, я напишу её по-другому, что k со звёздочкой, по k со звёздочкой vm – это то же самое, что гоморфизмы из группы Глуа в mn. Вот она теория Кумера. Почему это похоже на то, что говорил Сергей Алексеевич? При чём тут вообще расширение полей? Ну, понятно, при чём? Потому что гоморфизм группы Глуа, теория Глуа – это как раз кодирует расширение полей. Потому что гоморфизм – это фактор по подруге. По группе теории Глуа соответствует расширение. Понятно? Значит, следствие, то есть, явным образом. Теорема. Теория Кумера. Если l на k – циклическое расширение, циклическая группа Глуа – циклическое расширение, порядок которого делит n, значит, по-прежнему мы предполагаем, что min в k, взаимопросто. 5 на x, повторю. Вот. То l – это обязательно кумеровское расширение. Корень этой степени из x, x – какой-то элемент из косо-звездочек. Да, значит, почему? Задать циклическое решение, порядок которого делит n, но выберем… Вот эта группа, она циклическая, как все знают. Группа корней из ниц – она циклическая. В c – это понятно, но в любом поле положительной активистике, где n за n просто – это надо доказывать, но это стандартный факт, значит, что эта группа циклическая. Поэтому мы выберем… там порождающую, не канонические. Выбрать гомоморфизм из g в mu n – это то же самое, что выбрать циклическое решение, порядок которого делит n. Это просто автология. Это автология из теории Гуа. Эта часть справа. И вот можно увидеть, что, собственно, отображение слева направо, оно в точно так устроено. Оно элементу x сопоставляет такой гомоморфизм. Да, давайте я явно эту стрелку опишу. Давайте psi назовем. Значит, объяснение. Так как psi от класса элемента x – это вот то, что вчера писал Федорик Сеевич. Это, значит, элементу группы Гуа… Такое отображение, которое элементу группы Гуа G сопоставляет gx – 9 на x. Это в точности явного вида коограничного отображения. Вот это самое коограничное отображение – дельта, которое еще не стерто. Тут надо заменить плюс на умножение. Вот это вот то самое, значит, легкое упражнение. Вы видите, что это действительно корень из дницы. Явно это можно увидеть. То, что вчера Федорик Сеевич говорил. Понятно? Все. Значит, теперь мы будем доказывать первую теорию конечности, которая нам была нужна. Еще неправильное многообразие. Некоторые вспомогают арифметический результат, но он уже очень недалек. То, что нам нужно. Куда? Из-за чего? Из-за чего? Не-не-не, не следует. Тут вообще не… Они даже существуют. Есть такие решения… Собственно, вот… Есть аналогичная теория, называется Арсен Шайер, которая отвечает на этот вопрос, что все они устроены так. К от Y, где Y является решением YP, это минус Y равно X. Я правильно понял вопрос? Вопрос был, существует ли гоморфизм из группы Глуа, взят по PZ, где P критеристик поля. Существует. Вот пример. Нет. Мы с самого начала обсуждаем, делаем вот это предположение, что N критеристиков взаимопросты. Это здесь… Ну, самое главное место, чтобы вот это была сирекция. Чтобы на сепарабельном замыкании… Теория Глуа – это просепарабельное, неправалгебраическое замыкание. И мы хотим, чтобы на сепарабельном уровне можно было бы извлечь координатной степени. Это можно сделать только когда N взаимопросты. Вот. Но, кстати, забавно, что к этому есть тоже абсолютно параллельный подход, который даже проще, чем теорема Гилл-90 через… Ну, в общем, давайте сейчас не буду тратить время, но есть абсолютно параллельный через эти H0 и H1. Так. Теперь следующая тема – теорема конечностей. Мы и так назовем – теорема конечностей. Значит, сначала замечание, что пусть даны два поля, два расшения, внутри какого-то фиксированного сепарабельного замыкания. Тогда, если элита N от K Абелева, то есть с Абелевой группы Глуа, периода N… Значит, я помню, период группы – это не порядок группы. Это означает, что N помножить на группу Глуа равно нулю. То есть это означает, что любой элемент имеет порядок, его порядок делит N. Вся группа выбивается, например, ZPNZ плюс ZPNZ плюс ZPNZ. Порядок не N, но период N. Вот. Значит, Абелева, периода N, или если K глобальная, то не разветвлено над каким-то простым идеалом P, то их композит двух полей, то есть минимальное подполе, содержащее L1 и L2. Тоже Абелева, периода N, неразветвлено над P. То есть эти три свойства, быть Абелевым, быть периодом N, быть неразветвленным над данным простым идеалом сохраняются при композитах. Ну, первые два утверждения, абстрактные утверждения из теории полей, они почти очевидны, потому что вот эта группа Глуа этого решения, она вкладывается в произведение двух групп Глуа. Правильно, потому что любой автоморфизм этого поля однозначно определяется тем, как он действует на L1 и тем, как он действует на L2. А подгруппы Абелева и группы Абелева, подгруппы периода N тоже периода N. С неразветвленными это немного хитрее. И это доказывать дайте не буду. Но это тоже ничего такого концептуального. Так, теперь... Теперь пусть K глобальное поле, И, как я вчера говорил, S обозначает конечное множество простых идеалов. И нулевых простых идеалов. Лов. Лов. В ОК. По замечанию, существует наибольшее, даже не максимальное, а наибольшее. То есть самое большое. Вчера Миша объяснял, что такое наибольшее, что такое максимальное. Значит, наибольшее Абелева расширение L над K периода N неразветвленное вне S. Вне S, то есть для любого простого P, кроме S, вне S, оно над ним должно быть не разветвлено. Просто потому что это моментальное следствие замечания, потому что мы берем любые два таких и берем их композиция. Она тоже будет таким. В общем, берем композиция всех возможных. Понятно? Существует... Во! И теорема конечности, тут и попал в точку, как раз говорит о том, что оно конечно. То есть это совершенно не очевидно. Вот совершенно верно. Это априори казалось бы что-то огромное. Теорема. И сейчас мы докажем из всех предыдущих теорем. L над K конечных. Ну, то есть это будет использование для теоремы Морделла-Велли. Очень счастливым образом. Конечно, можно было сначала сказать все это без доказательства, но мне как-то хотелось показать немного, что такое логерейческие теории чисел. Вот это все такие типичные рассуждения логерейческих теорий чисел. Где N? Да, любое натуральное число. А где N? Да, здесь должен быть период N. Фиксированное. Да, вот здесь. Фиксируем. Доказательства. Несколько шагов. Значит, первый шаг. Рассмотрим. Нам бы хотелось применять теорию Кумера. Для теории Кумера чего не хватает? Не хватает корней из дницы. А, о, здесь еще нужно… Спасибо, да, кстати. Значит, здесь надо сказать, что еще N взаимно просто с характеристикой. Ну, например, если поле числовое, конечное решение Ку, то этого никакого требования нет. А если поле функции кривой NDP, то, значит, N должно взять N просто с P. Извините, я забыл. Вот. Ну, давайте честно просто утвердить. Всегда можно что-то прибавить, если не хватает. Значит, у нас есть… Рассмотрим вот наше поле L, конечность, которое мы хотим доказать. И рассмотрим то поле, к которому мы прибавили корень этой степени из дницы. Ну, то есть все N. Достаточно одного группа, циклическая, да? То самое, которое Кумер рассматривал. Расширение, когда ZN. И рассмотрим их композит. Назовем его E. Композит внутри какого-то одного сипорабельного замыкания K. Пусть мы… Значит, в этом поле уже есть корни этой степени из дницы. Но тогда, если мы знаем конечность вот этого расширения, значит, да. Если это Абелево, заметим, что E над K мин Абелева тоже периода N. Потому что эта группа угла вложена в эту группу угла. И расширяя S, понятно, что расширяя S мы только увеличим L. Мы уменьшаем число условий на L, мы L только увеличим. Поэтому, чтобы сказать, теорему конечности, можем свободно расширить S. Понятно? Мы просим, чтобы мы не ветвились снаружи S. Если мы S увеличим, мы только меньше всего будем требовать. L только подрастет. Поэтому можно увеличивать. Значит, расширяя S, расширяя S, имеем, что вот это самое E над K от M n не развитлено вне S. Потому что надо к S прибавить все эти идеалы, которые разветвлены в этом расширении. А я сказал, что их конечное число. Надо прибавить к S все разветвленные идеалы в этом расширении. В K. В ОК. Конечно, можно сделать в ОК. В ОК. Да, 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 да. Да, это я неокурат. Тут мы обсуждаем это решение. Значит, здесь должно быть, конечно. Так-так-так. Как бы это сказать? Надо поднять. Сейчас, сейчас. Абрио, период N, расширение. Сейчас. Решение S, имеем, что эта штука не развитлена вне... Давайте я здесь вставку напишу вне... Да, правильно. Вне, значит, не развитлено, вне, значит, что L, E, N, K, N, 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 N. Вот. То есть, мы берем все простые идеалы P, JS, снаружи которых все было раньше не развитлено. Приправляем к ним те, в которых ветвиться решение K, N, 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 I, N, N, N. и смотрим все простые идеалы в этом O, K, N, 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 N N, 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 N O werkn. между кривыми которые неразвитлены в некотором множестве если возьмем расслойное произведение то он там тоже будет если мы придем на язык кривых то есть вообще все утверждение может немножко алгебра лично за ним стоит совершенно непонятной геометрии так и разумеется из того что е над к отмен конечно безусловно следует что или над к конечно поэтому можно считать можно считать что мне нужили жидко это первый шаг все можно применять теорию кумера но теперь очень легко теперь мы делаем ровно две вещи применяем во первых теорию кумера а во вторых там помните было утверждение про неразветвленность для решения кумера вот мы их просто комбинируем и потом еще примем теорему дирихле и теорему оконечестве группы классов значит как мы делаем так по теории кумера теории кумера это теорема ну или вот эта формула которая здесь была все гомоморфизмы как устроены все гомоморфизмы в мен поскольку у нас уже есть мен в поле к все гомоморфизм это все гомоморфизм и все группы угла было бы ксо-звездочкой по ксо-звездочкой вентой вот но мы берем некий фактор же который вырубается вот этими условиями неразветвленностей абелевости периоды и пардон периоды на весе тоже так не зайдет вот значит пусть это какой-то элемент отсюда то есть элемент гомоморфизм из группа была наша цель доказать что эта группа конечно тогда и же будет конечно если у вас есть группа абелева группа периоды н у которой конечное число гоморфизм в мен она сама конечно что абелево периоды вот как же группа конечно эта группа она уже вложена в элементы поля начинает доказать некоторые конечности элементы поля тут уже мы видим что это похоже на терем дирехле но еще не совсем значит итак пусть и отсюда это соответствует то есть гоморфизм из же в мен в теории гула а распадал для всей группы гула кассе пнатка а или открыть как раз группу а некоторую конкретную шею которые мы хотим конечно конечно который обусловлен этим условиями неразветвленности что мы присоединили корень здесь вот как раз первый шаг был что можно присоединить вот это соответствует гоморфизм и соответствует такому подрешение правильно где по теории кумера с это к от корня этой степени язык значит и собственно фи соответствует на самом элементу x так у нас было утверждение которое говорило о том значит мы знаем что это неразвитлено вниз было условие которое говорило что такое решение развитлено в простом идеале да бесконечные группы конечно могут быть гоморфизм в конечные не был я просто пока изучаю гум пусть группу же это группа глава того поля конечность которую мы хотим доказать да совершенно верно посмотрим сначала на группу всех и гоморфизм в н сначала докажем что она конечно из этого мы выведем потому что но я потом в конце скажу и совсем легко что пока может как прожить подумать что если абстрактно если группы же абелева и периода н убивать умножение на это самое главное свое периоды без периода мы бы ничего не сказали просто бы неверное утверждение вот так но значит по условию ну кто может сказать что тогда следует что вот пусть п не принадлежит с тогда что можно сказать про vp от x то записывал значит мы знаем что она там неразвитлено мы знаем что если что-то было то она была бы развити ну вот что рассказать какой пути следствием параде цена н н делит капец иначе было бы развить этот по тому утверждению окей так делит и что дальше вот поэтому вот это самое гоморфизм и из же в мин это не просто это мы можем явно описать что это за погруппа в этой штуке это ядро вот такого гоморфизма из коса звездочкой показа звездочкой вентой в давайте возьмем альфа в прямую сумму по всем певни с zpnz помножить на п это просто формальное следствие ну вернее так следствие что это пока не подможно что на самом деле это равно потому что мы видим что по крайней мере если мы возьмем этот x и пошлем так что за отображение прошу прощения x переходит то что мы вчера рассматривали когда определяем группу классов мы будем рассматривать такой частичный смотреть дивизор его носитель вне какого-то конечного множества на кривой то есть мы берем x смотрим не все vp от x а вот только те которые кроме с а вот у нас была теорема которая говорила что если бы n не делила бы vp от s vp от x тогда бы расширение вот это такое курска было бы разветвлено она не разветвлено вне с мы требуем что было бы не разветвлено вне конечного множества мы собираем что если n не делит vp от x тогда но разветвлено а нижнее просто логично переписание вот это утверждение что что это означает значит мы просто берем что начать в это условие что x значит фи соответствует элементу x по определению теории кумина то есть фи значит мы берем корень этой степени из x что означает что n делит vp от x для любого п не из с это означает что x что значит что n до 9 здесь то получается что и когда мы возьмем профитализуем по n вот эти все vp vp по модуле равна нулю вот поэтому мы лежим здесь переходим 0 но x реально от него важно только x по модулю касса . венте правильно у нас вот эта группа важно поэтому пирдует это в отображении альфа это пока начале что лежит на самом деле это равно это можно доказать то есть чтобы конечно это равно нужно наоборот иметь условия достаточно чтобы что-то не было неразвительно это легко нам сейчас даже не нужно сейчас я не хочу заморачивать вот так хорошо значит теперь теперь что но осталось уже немного значит мы хотим доказать что давайте докажем что это ядро альфа конечна как многие догадаются против мы определяли группу о к с о к с это было как раз практически ядро альфа так если бы не почему не фокализовали а здесь мы фокализуем надо какая-то такой просто разобраться это фокализация это нам помогает сделать такая легкая гомологическая алгебра что-то делась так что это нам помогает легкая гомологическая алгебра посмотрим такую коммутативную диаграмму значит 1 к с звездочкой помен к с звездочкой такая расследованность к умера вот значит здесь нас точности нету ничего значит здесь у нас будет стоять прямая сумма z на п па всем павни с а отмен отмен вот а сейчас здесь нас будет уничтожить это вложение потому что я фокализую помен так здесь ноль здесь умножение на n тоже а а а а а значит это точная последовательность и точная последовательность сверху это отображение альфа вот это отображение альфа это ну альфа только без факторизации то есть вот ровно вот эта форму задается политикали то есть говоря ученым возникает короткая точная тройка комплексов вот таких двухчленных комплексов но чтобы понять что сейчас будет что не значит комплекс просто такая ситуация что вот по горизонтали все точно здесь просто стрелка морфиз между двумя точными тройками тогда есть такая лемма о змее которая собственно также лежит в основе упражнения про h0 h1 которое давал вот по лемме о змее следует что есть точная последовательность 1 звездочка к с я напомню что а со звездочкой к с это в точности множество x из к со звездочкой которые обратимы но значит о к с это были те у которых вне с все вы больше нуля если обратим то значит они просто равны нулю то есть это когда для любого п вне с bp от x она нулю то есть о к с а звездочка это в точности ядро вот этого отображения только помню н дальше идет значит ядро вот этого отображения это оно само умножение на n дальше идет ядро вот этого отображения которое нам интересно альфа а потом идет наоборот к ядро вот этого отображения это вы можете если мы знаем с меня как простое упражнение что если есть точная тройка другая точная тройка такая стрелка между ними то возникает длинная последователь ядро это ядро это ядро это и дальше к ядро этой к ядро этой к ядро этой к ядро этой а потому что мы берем если здесь было бы все все п здесь меня не играет роли то это было в точке группа классов все это обсуждали это прямая сумма z по всем простым материалам фактор по отображению вот этого отображения взятия с каждым из-за того что группа классов конечно теперь из того что группа классов конечно значит фактор тот тоже конечно из того что указ на звездочка с конечно прождена следует что керальфа конечно понятно потому что у нас точная тройка вот эта группа конечно если у нас есть конечно прожденная облевая группа то фактор ее по n умножить на себя это конечно группа z по n z конечно а это теорема диреклея единицах сложнее с которым мы вчера сформулировали диреклея единицах вчера было вот помните такие две теоремы в паре идут и это не случайно они вот эти группы видите вот здесь они тоже в паре возникли они все время идут в паре вот ну все и последний шаг которым я уже сказал устно что так как же а белева то есть то есть отсюда следует по предыдущим рассуждениям что гоморфизма из g в мюн конечно это конечно множество но так как же абелева и периода n то если у такой группы конечно число гоморфизма в мюн гоморфизма в мюн и Есть вопросы? План, план доказательства, да? Ничего не понимаешь? Ну, смотри, первый шаг был такой. Да, вот у нас, уже когда мы прибавили мен, да? Хорошо, с этого, да? Давайте, значит, повторим. С этого шага мы считаем, что поле К в формировке теоремы содержит мен, содержит все корни из ниц. Тогда есть теория Кумера, которая говорит, что все гомоморфизмы, все циклические расширения, все гомоморфизмы из группы Глуа. Значит, это равняется, я напомню, что теория Кумера говорит, что это равно всем гомоморфизмам из группы Глуа поля К в мен. Вот это мы уже установили. Вот это теория Кумера, что все гомоморфизмы из группы Глуа в мен, это косая звездочка, пока звездочка в энты. Это как? Но это вот была теория Кумера. Устроена эта биекция так, что X переходит в такой гомоморфизм, который к каждому G сопоставляет GX поделить на X. Ну, из теории Когмологии H0H1 следовало, что из теории МГИТа 90 следует, что это равенство, что это биекция. Это у нас уже 20 минут у нас. Окей. Значит, теперь G это фактор группы Глуа. Теория Глуа. Это гомоморфизм из фактора, это некоторое подножство во всех гомоморфизмах. Давай изучим, что это за подножство. Доказывается, что он врубается в этом множестве конкретным условием, а именно вот таким условием. Теперь мы вспоминаем, что у нас не просто расширение, а самое главное его свойство, что оно не разветвлено вне S. Тогда по теории ветвления, которая у нас только что была, следует, что для любого P вне S N должно делить VP от X. То есть все нормирования во всех P вне S должны делиться на N. То есть вот эти элементы X, которые там возникают, так что F это корень от той степени из X, должны быть в ядре отображения альфа. Какого отображения? Не совсем взятие VP от X, а взятие VP от X по модуле N. То есть N делится VP от X. Мы в ядре вот этого написано здесь. Что-то. Как что? Мы берем FI. FI соответствует теорику. Вот тут написано. Вот оно FI. И это расширение, это прибавление корня этой степени из X. То есть мы видим, что на эти X возникает арифметическое условие из неразветвленности. Это просто алгебра. А теперь возникает теория чисел, что оно должно быть ядре этого отображения альфа. И дальше оно доказано, что ядро отображения альфа конечен. Дальше просто абстрактная алгебра. Мы пишем вот эту точную тройку и пишем длинную последовательность когмологии. И дальше пользуются двумя самыми главными теоремами. Значит, это группа классов и группа единиц. Вот. Так, хорошо, сейчас как раз пять минут, наверное, осталось. Надо залезть в отображение альфа конечен. Так, замечание. Если L на ТК Абелева неразветвлено вне S, но не обязательно периода N, не обязательно ограниченного периода Н. Но не обязательно ограниченного периода Н. Мы не знаем, что на периоде Н. Не знаем все. То L на ТК может быть бесконечным. То есть нам важен был, что период Н. Кто-нибудь может привести как-то пример? Давайте, значит, пример Ну, может, в смысле, что из того, что я рассказал, не будет следовать Но можно попробовать догадывать Пусть k это q И рассмотрим такое решение q содержит корень p в n-той степени из единицы Как вы думаете, где разведлено вот такое решение? Ну, хотя бы так догадаться А? Только в p Вне p оно не разветвлено Разветвлено в p Только в p То есть, не разветвлено вне p Но оно аблева Это, конечно, надо быть, что? Просто алгебра Про период мы ничего не знаем Поэтому, если l это теперь q Объединение всех q От корня p в n-той степени из единицы Мы позволяем все p в n-той степени из единицы Все p в n-той Тогда оно будет аблева Оно будет не разветвлено вне оконечного множества Оно будет бесконечно Теперь у вас, как раз занимается тем, что изучает вот эти расширения Теперь второе замечание Что если же Но здесь s не пустое Но если s пустое То есть вообще везде не разветвлено Например, у p1 нет материальных накрытий Не разветвленных Значит, если s пустое l над k аблева Не разветвлено То тогда Наибольшее Опять же, можно взять наибольшее Можно взять композит всех таких Вот так, как показал Гильберт И это вторая теорема из теории поликлассов l над k конечна И знает ли кто-нибудь чему равна его группа Луа? То есть мы видим, что это какая-то группа Совершенно каноническим образом связанная с полем k Правильно, потому что l определяется исключительно пока Мы s не убираем Мы просто берем максимальное, аблево, неразветвленное расширение Кто-то не знал, хочет догадаться Некоторым каноническим образом связанная конечная группа с полем k Подсказка она у нас уже возникала Какая? Кто? Первый фактор пока, но она бесконечная Нет, конечно То есть возникает некоторое каноническим образом с полем k Связана конечная группа Какие у нас были конечные группы, связанные Инвариантным образом с полем k? Правильно, группа классов И это значит важнейшее утверждение истории поликлассов Которые объясняют, почему она так называется Потому что вот это поле гибель назвал полем класса Первое утверждение, это такой закон взаимности А это теорема существования Теория поликлассов Что она Вот так Но это очень сложное утверждение Гораздо более сложное, чем то, что мы с вами сейчас изучили Просто мне сравнимо Так, ну и последнее Я дам в качестве упражнения Я говорю, что полезно на все на это смотреть геометрически То есть полезно помнить, что есть вторая часть этой истории Геометрическая, когда поля не числовые Но в принципе, в доказательстве, по большому счету, мы нигде не использовали, что они числовые Это проходило и для полифункции на кривой над конечным полем Но кроме кривых над конечным полем Есть гораздо более, может быть, привычные Просто кривые над С То есть римлянной поверхности Гибельские проективные кривые над С И тоже есть такая как бы линия в арифметике Что есть числовые поля Есть функциональные, давайте скажем, поля Глобальные То есть К это вот решение в Ку от Т Вот И мы говорим, что здесь почти все теоремы очень похожи И вот, например, вот эта теорема Ей совершенно было все равно, такое поле или такое Но есть другие по сорту поля Давайте назовем их геометрическими Как бы это путается функциональные, геометрические Это сейчас действительно путается Геометрические поля Это С от С Диезг римного поверхности То есть гладкая, проективная кривая Над С То есть С компактной римной поверхности И С от С мироморфной функции На С Вот И вот тоже правильно очень все три На все три типа полей смотреть параллельно И пытаться перекачивать Очень много теоремы имеют Такие три аналога И вот разные красивые места ДКС Иногда получительно Попробовать сделать ДКС здесь А потом переносить его сюда Так, например, Делинь придумал Делинь, наоборот, переносил его сюда Придумал теорию хоже смешанную В общем, очень плодотворно Давайте перенесем вот эту теорему конечности вот сюда Как правило, здесь все гораздо проще Потому что здесь есть топология Здесь гораздо больше структур привычных Но что будет, если просто повторить Теорему конечности В этом случае Получится такая теорема, которую я дам в качестве упражнения Потому что она совсем простая Ну, для тех, кто немножко знаком с топологией Что пусть S компактно-аримная поверхность Ой, как плохо Извините, давайте ее как-нибудь по-другому X назовем S у нас конечно надо, чтобы упростить X компактно-аримная поверхность S значит аналог простых идеалов Я говорил, здесь простые идеалы Здесь точки на кривой Но здесь тоже точки на кривой Просто точки на римной поверхности То есть это конечное подможество точек Да, да, они нулевые конечно Вчера собственно Илья Алексеевич доказывал Что например на P1 Над замкнутым полем Как раз все простые идеалы Все нормированные соответствуют точкам Ну, в общем, простые идеалы тоже Ну, ладно Конечное подможество И пусть V Рассмотрим неразветвленное накрытие Вот там мы рассматривали неразветвленное решение полей Это соответствует в обычном топологическом смысле слова Неразветвленному накрытию Пусть это неразветвленное накрытие То есть вне S Неразветвленное накрытие И вот дальше те два алгебрических свойства Абелева, то есть накрытие Глуа У нас есть группа автоморфизмов В над X без S Который имеет порядок равной степени P Абелева И периода N Значит, мы доказали Мы там сказали, что такое композит всех полей Конечное поле Но вот здесь как-то переговорить Можно переговорить так Тогда Существует Наибольшее Значит, здесь, скажем, конечное 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 неразветвленное решение Существует наибольшее Такое расширение Такое накрытие То есть Какое-то V универсальное Над X без S Конечное накрытие Так что любое Вот такое накрытие, как раньше Значит, через него пропускается Это универсальное Вот и указание Которое тоже является Одной из важнейших идей В арифметической геометрии Что То, что было группой Глуа У нас там и доказали Конечность группы Глуа Правильно? Что является аналогом группы Глуа Вот здесь Что можно сказать? Те, кто немного изучал топологию Должны Это Терри накрытие Должны знать Что аналогом группы Глуа Вот здесь То есть это что-то Что связано с группой Автоморфизмов V на X без S Ну что это такое? Ну, например, в книжке Васильева По топологии Очень хорошо про это написано Если кто не знает Рекомендую почитать Это соответствует Голоморфизмам Из фундаментальной группы P1 от X без S То есть, в общем, аналог группы Глуа Это фундаментальная группа Это очень четкая аналогия Вот так вот указание В том, что И вообще Потому что ее голоморфизм Параметризует Те неосредственное накрытие Такое указание в том, что P1 от X без S Вчера Дима использовал Что P1 от сферы Тривиально Вот А про P1 от X без S Что-то X без S Это просто гомотопический Это букет конечного числа окружностей Поэтому P1 Это конечная порожденная группа Это то, что меньше Свободное признение Значит, конечная Порожденная группа Не абелев, конечно Но ее Поэтому ее абелев фактор Период N Это просто конечная группа И это и будет соответствовать Вот эту максимальную решение Вот упражнение Пусть X компактная ременовая поверхность Выберем там конечное множество точек Проколем их Будем интересоваться Такими неразветвленными накрытиями X без S Конечные Неразветвленные накрытия Ну, топология на себя определяется Которые Накрытие Глуа То есть у нас есть группа симметрии V над X без S Полная группа симметрии То есть ее порядок Степень накрытия Она транзитивно переставляет Точки в слоях Значит, абелев То есть с абелевым накрыть Группы Глуа И периода N N умножает группу Глуа Тогда существует наибольшее Такое Здесь повторю Конечное Накрытие То есть Существует такое накрытие С этими свойствами Что любое другое Это его фактор Это геометрически Соответственно тому Что там есть самое большое Расширение R Которое не результатом Вне S И оно конечной степени В арифметике Но здесь причиной этого Является свойство группы Фундаментальной группы Такое О, извиняюсь Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому